Всем привет, с вами Наташа, и это видео, что в моей кухне. Все же знают формат, что в моей сумке, и я решила, почему бы не снять то же самое про кухню. Меня вдохновили вы, мои подписчики, когда в других соцсетях я рассказала, что убираюсь на кухне после долгого отсутствия. Меня спросили, снимаю ли я об этом видео. Я не снимала, к сожалению, но решила, что уже после уборки можно вместе с вами заглянуть в шкафчики, посмотреть, что и как у меня хранится. Сразу говорю, это обзор кухни не интерьерного блогера, так что местами будет что-то рандомно, что-то не очень аккуратно. В общем, кухня обычного человека. Пойдем смотреть. Итак, кухня нам вообще в целом досталась от прошлых хозяев. Это икеевская кухня, которую я очень люблю, хотя местами она уже потертая и не совсем свежая. Но сегодня мы с вами больше будем говорить не о внешнем, а о внутреннем. И начинать будем по порядку с левой стороны. Здесь у нас раковина, мыло и средства для мытья посуды. Я уже рассказывала не раз в предыдущих видео, что стараюсь сделать все минималистичным, поэтому покупаю вот такие светлые контейнеры на Алиэкспресс. Так, у нас здесь полотенце висит на сканди-вешалке в форме оленя. Губка вот эта выбивается из моей минималистичной композиции, но она удобная. Это будет самый некрасивый шкаф, наверное, в кухне. Здесь у меня мусорное ведро. Я выбрасываю мусор в пакетах, в обычных из магазина. Ну и какие-то средства для уборки. Это контейнер для картошки. Это вообще контейнер от Barbie Color Reveal, и в нем я храню пакеты с шеин. В них удобно что-то хранить, потому что они с зип-замком. И наверняка у всех у вас есть пакет для пакетов. Мы пошли дальше. У нас огромное ведро с пакетами. Правда, сейчас в нем от силы два пакетика еще не накопили. Этот шкаф тоже не очень интересный. Здесь просто посуда сушится. И наверху еще те самые контейнеры Color Reveal. Но они, кстати, не предназначены для хранения пищевых продуктов. Поэтому пока лежат без дела. Мы в нем в ванной храним порошок. Ну а здесь ждут своего часа. Следующий шкаф вообще рандомный. Давайте начнем с нижней полки. И можно сказать, что это филиал в ванной на кухне. Потому что у нас там не работает раковина. Соответственно, мы здесь чистим зубы. И здесь я умываюсь вечером. Там какие-то тряпочки и губка для мытья посуды. Перчатки резиновые. На второй полке бутылка. Кстати, вот это магний. Я покупала в Таиланде витамины. Мы их принимаем перед сном для снятия тревожности, чтобы лучше спать. Здесь у нас матча, которую привозили еще в прошлые поездки в Таиланд. И Несквик, которым я закупилась впрок. Не знаю, зачем так много. Не пользуемся, не пьем. И вот этот классный контейнер стеклянный я покупала в Чижике. Там иногда такие стильные штуки появляются. Просто успей схватить и беги. Опять матча. Не знаю, почему я ее не пью. Вот как-то нет в России вайба пить матчу, как в Таиланде. А этот напиток я не пью, потому что у меня от него очень сильно болит голова. Это тайский чай-микс. От тайского чая в Таиланде голова не болит. А здесь просто разрывается. По крайней мере, от этого микса. Вот здесь еще есть рассыпной зеленый тайский чай. И нормальный классический тайский чай. Но опять же, здесь его мы очень редко пьем. Вот этот шкаф целая нарния, потому что дверка узкая, а на самом деле он очень глубокий. И вот здесь я убиралась очень долго, потому что многое накопилось, что-то испортилось, пока нас не было. И давайте начнем с нижней полки. Так, здесь опять немножечко рандомно все. То есть здесь салфетки, зубочистки, что-то для готовки. Например, подсолнечное масло, уксус, бальзамический уксус. Рыбный соус. Тоже тайский вайп, но здесь я очень редко с ним готовлю. Он стоит и ждет своего часа. Это конфетки мне дарили их на мероприятии по мюзиклу. Ничего не бойся я с тобой, карамельки. И еще целый пакет с конфетами рандомными. Мне кажется, это главное слово этого обзора – рандомно. Потому что здесь есть конфеты с наших каких-то пробовок тайской еды, азиатской. Здесь есть что-то вроде коровки, молочные конфеты. Какие-то леденцы из подарков что-то. В общем, рандомный пакет, который неизвестно вообще, когда съестся. Салфетки тоже у меня здесь стоят. Достаю по необходимости. Кунжут, целая банка. Там в конце сода, вечная упаковка. Крахмал. Сахар тростниковый. Я опять же покупала для готовки, но что-то как-то не использую. Вот такие огромные контейнеры со специями. Это паприка красная молотая. Это базилик, зелень сушеная. Там в углу лавровый лист. И две упаковки соли. А, еще вот эта классная штука. Тоже из обзора. Давнего причем. Как-то мы затянули с поглощением этого кленового сиропа. Сейчас наверстываю. С оладьями очень вкусно, с панкейками. Следующая полка это чайный рай. Впрочем, как и верхняя, но разница между ними есть. Здесь тот чай, который у нас в ходу. То есть, это то, что мы недавно приобрели. И то, что мы открыли из старенького. И активно используем. Вот эти чаи очень вкусные. Наш любимый. Императорский. Чай императора. Он очень ароматный, вкусный. И здесь натуральные ингредиенты. Из этой же области брызги шампанского. Но он такой, мне кажется, более химическим. Слишком сильный аромат. Таежный чай. Я сначала его забраковала. Но в итоге он мне нравится. Сначала я его дедовским называла. И чай Гуава. Тоже неплохой, но чай императора мой любимый. Здесь где-то еще Граф Орлов был. Не вижу его. А, вон он. Ой, Граф Орлов. Тоже неплохой, вкусный. Так, в Жакее у нас пересыпанный Нескафе. Насколько я помню. Из большой упаковки. Вот это здесь стоит на случае, если мы решим вечером попить что-то для сна. Чай Добрый вечер. Я долго смеялась над этим названием. Это Руслан приобретал. Кстати, вот какао-порошок Красный Октябрь. Мы пьем намного чаще, чем Несквик. Нам в итоге он больше нравится. Это чай нам дарили. Глоток успеха. Здесь даже подпись есть. Чай из моей малой родины. Я жива рядышком с Байкалом. Это из недавней посылки. Чай в пакетиках. У нас его очень мало, но на всякий случай тоже имеются. Салфетки разные. Обычные белые и всякие рождественские, новогодние. Сахар в кусочках. Не знаю вообще, как он у нас появился, но как-то появился. И еще пустая банка Якобса, которую Руслан хранит. Может быть понадобится в нее что-то пересыпать. Так, наверху у нас чайная заначка. У нас здесь очень много рассыпного чая в закрытых упаковках. То есть нетронутые упаковки в большом количестве. Даже есть вот такая металлическая книжка. Санкт-Петербург с чаем. Кофе в зернах. Это мы используем просто здесь. Храним большую упаковку. Бинбузлд, острый, до сих пор лежат. Иногда кого-то даже угощаем. Хотя я все время кричу, Руслан, это просрочка, остановись. Чай, который Джоуи дарила в пакетиках. Но он такой специфичный. Мы его редко пьем по настроению. И когда хочется красивый чай попить, покажу вам, какой он внутри. Так, гречишный тоже редко пьем. В общем, куча всего, куча всего чайного. Я не знаю, как это все накопилось, но когда я выставила это в Телеграм-канал, мне сказали, что это еще немного, как бы. И спросили, как сюда затесался набор специй для Галентвейна. Да очень просто, потому что я его тоже иногда добавляю в чай. Кстати, эта штука что-то от кофейной истории. Руслана ей занимается. Все, вот что-то рассыпалось, видите, убиралось, а уже грязно. Так оно и происходит. Постепенно, постепенно все начинает пачкаться. Но пока более или менее ситуация, конечно, не идеальная. У многих все чаи вот по таким красивым баночкам стоят. У нас тоже частично. То есть то, что здесь стоит на поверхности рабочей, то стоит в красивых банках с подписями. Это молотый кофе, это черный чай. Тоже баночки из чижика. Эти с Алиэкспрессом. Кстати, вот эта бутылка вина из нашей поездки. Ханимун. Если вы смотрели это видео, ставьте лайк. Кофемашины у нас, можно сказать, винтажные. Из 90-х. Хорошо работает, не подводит. Чаек. Вот такая здесь красота. Картонный котик. Они попадаются разные. Сейчас еще откроем второй чайный пакетик. Здесь вот такой котик. Котик должен быть вверх тормашками. И пока заваривается чай, покажу вам, как я в итоге оформила окно с новыми занавесками. Вид придется замылить. Просто сейчас мы оставляем окно открытым. И вечером, и днем. По большей части нам так нравится. Нравится обедать и смотреть в окно. И в итоге здесь пригодились подхваты, которые мы купили для спальни. Очень хорошо вписались. То есть окно теперь открытое, большое, много света. Хотя сейчас пасмурный день. Ну что, заварим чаек. Видите, какого он цвета? Розовый. Пока чай заваривается, расскажу про то, что стоит здесь. Вот этот набор я приобретала, по-моему, в H&M Home или в Zara Home. Скорее всего, H&M. А вот это мы совсем недавно приобрели на Алиэкспресс. Это самый удобный заварочный чайник. Мы такой увидели в Чайхане. Там, где продают плов. То есть в обычном ресторанчике узбекской кухни. И он показался очень удобным. Нашли такой на Алике. Он легкий. И чай максимально легко наливается. Оставлю вам ссылку в описании. Это давненько покупала в фикс-прайсе. Цвет стал очень насыщенный. Если честно, он пахнет каркаде. И на вкус похожий на каркаде. Такой фруктовый чай. Видите, сколько ингредиентов в пакете, помимо самого чая. И давайте переместимся вниз, в подобный шкаф внизу. Он тоже очень большой. Но здесь не такая узкая дверь, а двойная. И открывается она необычно. Оп. 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 И внутри тоже нестандартно все организовано. Здесь три полки. И вот эти полки крутятся. Достаточно сложно сделать полный оборот. Господи, там что-то упало. Ну, как бы, да. Убиралась я примерно три недели назад. Уже постепенно появляется хаос. Это, кстати, набор чая Кертис. Ну что, продолжаем крутить. В общем, здесь не то чтобы заедает. По-моему, так и задумано, что крутилось не очень легко. И вот так достаешь то, что тебе нужно. Обратно прокручиваешь. Почему-то, когда я крутила верхнюю полку, центральная тоже решила покататься. Как-то так. Здесь у меня хранятся сковородки, кастрюли и какие-то визапные продукты. Вот, например, две пачки макарон. Доска деревянная. Что-то вот туда упало. Кстати, это, по-моему, новогоднее печенье. Внизу, можно сказать, островок организации. Здесь сахар, который не врез в банку, которая стоит наверху. Ну а в контейнерах из Икеи, очень удобных, кстати, панировочные сухари, хлопья овсяные, манка и соль. Причем здесь несколько пачек. И даже заметна разница пачек по цветам. Набор чая, кстати, неплохой. Здесь много разных вкусов. И есть в том числе чай, который раскроется в цветок. И его, вроде как, можно даже несколько раз заваривать. И давайте заглянем в следующий шкаф. Это у нас шкаф со всякими стаканами, кружками. В процессе уборки я неслабо расхламилась. Осталось очень мало кружек. В основном это наши любимые кружки iHop. Можно сказать, уже винтажные. Мы их привезли из американской кафешки. Здесь внезапно появляется соль. И эта салонка хендмейт by Ruslan. Он сделал ее в Таиланде, потому что там все салонки у нас почему-то не работали. Они засорялись, может быть, из-за повышенной влажности. Я не знаю. И только эта работала, и он ее сюда привез. И мы даже ей пользуемся. Так, стаканы. Вот это любимый стакан Болл в форме банки. Он даже снимался в обзоре куклы Ребекки Стим на втором канале. И еще там стаканы, в том числе и Кока-Кола. Это открытый шкаф. И мне захотелось, чтобы здесь преимущественно все было бесцветное, стеклянное. Бокалы видные. Что-то мама отдавала. В общем, разная посуда. Здесь, кстати, до сих пор а-ля зимние и новогодние украшения. Но вот мне кажется, веточки ели, достаточно нейтральные. И их можно оставить еще до конца зимы. И надпись Love. Она, кстати, подсвечивается из фикс-прайса, но обычно мы ее не включаем. Теперь вот эти шкафы. Вот здесь самая опасная ситуация, потому что, скорее всего, уже не очень-то и прибрано. Так, во-первых, вот эта штука из Икеи уже начала потихонечку темнеть, желтеть. Хотя мы ее относительно недавно покупали. Во-вторых, Руслан все время сюда вот кидает эти ложки, да, которыми отмеряет кофе. И здесь начинается вот такая история. Хотя я недавно убиралась. Надо ему сказать, чтобы он их мыл тщательно, прежде чем сюда класть. Это у нас закрывашки для всяких банок, фруктов и так далее. Из Икеи, удобные. Ну и всякое тут для кухни, чеснокодавилка. В общем, разные нужные инструменты. Я оставила вроде как только нужные. Вот, например, лопатка для тортика. Нож так и норовит меня уколоть. Он здесь не по размеру, но другого места я для него не придумала. О, ложку тоже в Америке покупали для мороженого. Такая прикольная. Ой, я никогда не закрою этот шкаф. А эта ложечка еще в упаковке. Ее подарила Джоуи в форме панды. Так, здесь вот более-менее все прилично. Тут у нас упаковочная пленка, рукав для запекания, пакеты для льда, пакеты, пергамент для выпечки, фольга. Вот это авоськи, с которыми иногда Руслан ходит в магазин. Не так уж часто, но в основном летом. И различные тоже кухонные приборы. То, чем я часто пользуюсь. Все здесь под рукой. Кстати, вот эта удобная штука, чтобы нарезать сыр. Пармезан, твердый сыр. Для Цезаря ломтики получаются идеальные. А в нижнем шкафу съестное. То есть, здесь всякие крупы, макароны, специи, дошек. Вообще, не знаю, какой у него срок годности. Даже страшно смотреть, потому что он был найден в процессе уборки. Так, фуншоза. Я покупала ее в светофоре, но так ничего и не приготовила. Так что я планирую с ней приготовить. Уже нашла рецепты. Так, спагетти, приправ очень много. Удон. Тоже у меня в планах что-то приготовить. В этой банке рис. Горох. Пшенка. Гречневая крупа. Лапша для супа. Вот в этом отделе все такое кондитерское. Разрыхлители, лимонная кислота и так далее. А вот в этом отделе все для готовки. Различные специи, зелень. И вот такие уже штуки для готовки филе. Мне нравится их использовать. Ну, в общем, как-то так. Здесь я, кстати, даже не убирала. Здесь уже было довольно прилично. Вот эта банка тоже из фикс-прайса для макарон. Так, ну здесь духовка. Все понятно. Давайте вот сюда заглянем. Тоже шкаф, в котором очень быстро появляется бардак. И сейчас здесь все хорошо. Я не знаю, как это происходит. Какие-то маленькие бумажки, какие-то ненужные вещи здесь скапливаются. И становится просто непонятно. Так, здесь у меня таблетка от аллергии всегда под рукой. На случай я съем что-то, и мне станет плохо, чтобы она была рядышком. Ручки, зажигалка. Вот это трубочки экологичные. Они из металла, но ими можно зубы сломать. Для этого есть, конечно, резиновые наконечники. Но, знаете, эти трубочки мне все равно неудобны. Я больше люблю бумажные, поэтому здесь вот такие красивые цветные тоже лежат. Целая коллекция палочек для роллов. Какие-то из доставок. Какие-то вот такие красивые, многоразовые. Вот столько ножниц. То есть до уборки мы вообще ножницы не могли найти в квартире. А потом после уборки их оказалось слишком много. Подставка для телефона. Огромная зажигалка. Все гости с нее ржут. Посмотрите размер. Свечи. День рожденский. Это крышка, кстати, для той банки Бол. То есть можно вот так обыграть это все. Можно закрыть. Можно только вот эту часть надеть. Так, вот это очень прикольные записные книжки для рецептов. Мне их подарили друзья, у которых есть столярная мастерская. Большинство досок моих деревянных это от них. В том числе вон та большая. И, соответственно, сюда я очень долго ничего не записывала. Знаете, в наше время сесть для записать. Это дорогого стоит. Это нужно собраться с духом. Потому что все электронное. Ну так вот. Ладно, вот так покажу. Я все-таки записала. Нет, я раскреплю, чтобы вы сделали скрины экрана, кто хочет повторить рецепты. И сейчас здесь всего три рецепта, но они такие очень важные. Это блины. Это первый рецепт, по которому у меня вообще получились блины. Причем в Таиланде в первый раз получились скринти. Это мамин кекс-колесо. Это просто классика маминой готовки. Он очень вкусный и очень легко готовится. В одном из шкафов я сейчас покажу вам формочку, в которой я готовлю. А это очень простые мои фирменные сырники, которые всегда получаются. Все это я записала, потому что здесь важна громовка, здесь важно количество ингредиентов, чтобы, если у меня будет что-то с памятью, я могла сюда подглянуть и повторить. Я возвращаю на место, и мы с вами заглядываем в следующий шкаф. Он глубокий, и здесь хранится блендер, комбайн, миксер. Вот, например, кофемолка. Руслан ей часто пользуется для кофе. Я делаю сахарную пудру. Здесь дополнительные наборы вилок-ложек. Также сюда я спрятала тесак. Он здесь редко требуется. В Таиланде мы постоянно разбивали им кокос, а тут он не нужен особо. И вот такая деревянная подставочка под горячее. Еще один глубокий шкаф. Здесь хранятся полотенца, фартуки, прихватка и очаровательный фартук, который мне подарил Вася в той самой посылке легендарной из Англии. И сейчас я его примерю. Этот фартук нравится мне не только тем, что он с котами, но еще и тем, что он покрыт слюдой, какой-то клеенкой. Поэтому, когда я буду его использовать, он не испачкается. Я считаю, это прекрасная идея, потому что в основном фартуки выполнены из какой-то ткани и быстро приходят в негодность. Я, кстати, редко пользуюсь фартуками, практически никогда, только для съемок. Напишите, вы используете вообще фартуки в обычной жизни? Вот такая красота. Блин, какой он смешной, какой он милый. И самое главное, практичный. Ну, прелесть. Вася, еще раз спасибо. И, наверное, вам интересно, что это за длинные штуки. Это дозаторы для бутылок с сиропами для кофе. Одно время мы часто покупали сиропы, а сейчас не покупаем, надоели. А это мешок для приготовления картофеля в микроволновке. Наверное, вы уже заметили технику у нас одного бренда, то есть микроволновка. Всем привет, я здесь. Тостер и чайник одного цвета. Классно друг с другом сочетаются. И моя любовь это вот такие деревянные элементы в этих аксессуарах. Итак, посмотрим на еще один прозрачный шкаф с прозрачными дверками стеклянными. Здесь тоже посуда. И я постаралась, опять же, здесь поставить все в нейтральных бежевых цветах. Наверху вазы и кувшины. Но кувшины я вот эти часто использую как вазы. Это чайный набор. Кстати, распаковка его была в одном из видео на канале. Очень его люблю по сей день. Использую с большим удовольствием. И здесь тарелки. Далее. Большой шкаф. Вот думаете, да, откуда вообще столько всего? У многих людей вообще вот этих верхних шкафов нет. А у нас они есть, и они почти все заполнены подчистую. И это еще с учетом, что я провела какое-то расхламление. Здесь ведерко для льда Кока-Кола. Причем там внутри пластиковый лед. Это был какой-то подарок от Кока-Кола, и мы сохранили ведерко. И еще здесь вот такие бокалы для шампанского пластиковые. По-моему, мы их покупали в путешествии в Америке. Иногда удобно взять с собой на природу, поэтому тоже храним. Букеты, чтобы менять композицию на столе. Сейчас здесь такие. Скатерти, которые я использую, мне кажется, один раз в год на Новый год. Свечка банановая. Икеевская вроде, да. Подставка под яйца на Пасху. С кроликом. Очень милая. Так, вот здесь уже вообще все разноперые, разноцветные. Кто в лес, кто под рома. Металлическая картинка. Многие помнят ее в моих сториз. Там тыквы. Это коврик для того, чтобы делать роллы. Но стоит ли говорить, что роллы мы не делаем. Мы их только едим, покупные. И для этого я использую вот эти тарелочки специальные. Вот это я привезла из Таиланда. Это половинка кокоса, между прочим. Здесь много тарелочек для всяких посиделок, для гостей, которые мы не используем каждый день. Вот эти тарелки тоже особо не используем. Не знаю, зачем я вообще грибла все в фикс прайсе, потому что вот это мне уже не очень нравится. Может быть, кому-то отдам, подарю. Это кружки, которые мы делали сами. Это шедевр, я считаю. Шедевр гжельного искусства. Это мое творение с сердечком на дне. Это творение Руслана. Там у него на дне написано пусто. Тоже сохранили на память, несмотря на своеобразный дизайн. Какие-то, ну как еще сказать, ну рандомные кружки какие-то тоже оставлены. И чтобы есть яйцо, вот такие... Тихо. Господи, я сейчас все разрушу, пока я снимаю обзор. Нет, кружки уже все на грани. Они на грани. Стоять. Кстати, вот это блюдце от очень классной чашечки, которую мне дарил Даня на день рождения. Сейчас покажу, что это. Это императорский фарфор Санкт-Петербург. А, саму чашку я разбила. Вот такая грустная история. Так, и вот подставки под яйца. По-моему, официально они называются пашотница. И финальная полка. Стаканы для глинтвина. Бокал, вон тут черный классный бокал для шампанского. Какие-то пиалы для салатов. Вот эти используются. Пложки для супа регулярно, для салатиков маленьких. Тарелки очень классные, но в последнее время что-то редко ими пользуюсь. Для завтраков, чтобы все красиво разложить. Очень подходит. Это я использовала для декора, пока убрала. Все-таки это больше такой новогодний вайп. Уже не хочу их оставлять. И мои любимые соусницы в форме сердец. А, и еще у нас здесь стоит мед. Я забыла об этом сказать. Почему-то вот это место нам удобно для меда. Правда, там как будто пусто, но мы эту банку пополняем из большой банки. О, мне кажется, это видео уже длинное. По крайней мере, я уже начинаю уставать. Но осталось немного. Большой шкаф с контейнерами. Это отдельный мир, где я попыталась по полкам все распределить как-то логически. Но логика, она сбивается со временем. Начнем снизу. Здесь у меня все для готовки, для выпечки. То есть мука, мерный стакан, весы. Правда, от них сейчас только тарелка, потому что сами весы в комнате. Я взвешиваю там посылки для отправки подписчикам. Вот такая просеивалка для муки. И различные формы для выпечки. Но самое легендарное, вот это. Это винтажная форма, которая прошла огонь, воду и медные трубы. И именно в ней получается самый прекрасный и вкусный кекс. Колесо, рецепт которого я показывала ранее. Еще есть форма для чизкейка. С помощью этой формы я, кстати, делала салат на Новый год. Оливье в форме венка. И вот такие трафареты, чтобы посыпать красиво выпечку сахарной пудрой. Советские формочки для печенья. Вот такой симпатичный раритет. Любимый икеевский дуршлаг фотогеничный. И вот такая большая деревянная тарелка, тоже из икеи. На нее обычно кладу фрукты. Вот здесь огромное количество деревянных досок. Многие, как я уже сказала, от моих друзей. Вот эти две. Вот эта длинная. Вот эта длинная, она больше используется как декоративная для выкладки брускетт, каких-то бутербродов. То есть на ней не нужно нарезать что-то. Да мне и на этих жалко нарезать, они такие красивые. Здесь вот указан бренд. Wooden People. Как раз компания моих друзей. Вот это вообще гигантская, смотрите, какая деревянная подставка. Это елочка из фикс-прайса. Для всяких снеков. И на стол красиво можно что-то разложить. И вот такие глубокие формы для салатов. Деревянная моя любимая. Ну, это не для салатов. В этой с Алиэкспресс я тоже иногда фрукты размещаю. Хохлома внезапная здесь. А наверху контейнеры. Контейнеров мало, я очень сильно расхламилась. Поэтому, ребят, я жду от вас артикулы годных контейнеров на Озон, на Вайлдберрис где-нибудь. Я вот эти люблю. Они хорошо защелкиваются. Но у меня их немного. Большой только один. Я бы еще какой-то приобрела. Вообще, я раньше хотела минимализм в контейнерах. Так, извините. Хотела минимализм в контейнерах, но это сложно. Вот, например, очень красивые контейнеры из Икеи. Сейчас подобные и в Чижике видела. Но они тяжелые. Стеклянные контейнеры очень тяжелые. А если контейнер пластиковый, то в основном разноцветный. Так что найти что-то вот в таких цветах тяжело. Вон там сырница. Тоже я и не пользуюсь, потому что очень большая по размеру. Это, по-моему, Tupperware от фирмы. И какие-то еще рандомные пластиковые штуки, контейнеры для льда. Вот здесь, кстати, у меня сахарная пудра хранится. Это тоже Tupperware. Tupperware это у меня мама любит. И она мне периодически что-то отгружает. И вот такие пакеты для охранения холодного или горячего, в общем, для транспортировки. Точнее, это термопакет. То есть, берегу тепло, сохраняю холод. Один из них у нас вроде как из Ашана. Да. Вроде все. Вы заглянули во все шкафчики нашей кухни. Может быть, вы думали, что я покажу, что в моем холодильнике. Но это, мне кажется, должно быть отдельное видео. Ставьте лайк, если хотите. И вот такая кухня обычного человека, у которого не идеально организовано хранение. Но, мне кажется, все более или менее по порядку. Все понятно. Самое главное, я здесь все могу найти. Все, что мне нужно, все под рукой. Особенно чай. Ой, он, кстати, со сладким привкусом. Он так раскрылся, пока постоял, как будто какой-то чай-компот. В общем, спасибо вам, что посмотрели это видео. До встречи в следующих видосах. Пишите комменты, как у вас организовано хранение на кухне. Присылайте какие-то артикулы товаров, которые вам нравятся для хранения. Я посмотрю, присмотрюсь. Может быть, что-то добавлю. Все, всем пока и хорошего дня, и хорошего настроения. Пока!